Добрый день, уважаемые коллеги. Я даже не знаю, что вы мне так говорите. Просто шикарный докладный взор. Но, тем не менее, в программе есть, о чем-то говорить. Явление глазного воспаления достаточно часто, как уже неоднократно сегодня звучало, сопровождают многие репатические заболевания. Можете встречаться поражения на разных уровнях, начиная от иммунитит, синдромского глаза, иммунитит, склевит, и заканчивая улитом, ретиналитом, склевитом, и поражением коробитом. И сегодня речь пойдет о неинфекционных улитах, как самые большие пожелательные заболевания, связанные с внутриглазными заболеваниями. Было уже неоднократно сказано, что в ВИТе достаточно большая группа гидрогенов заболеваний, висполькой заболеваниями. Существует оболочки, они будут подобно останавливаться на классификации САН по отечению и мутализацию ВИТа. Скажу только, что исследование сайта показало, что в СИН-1% пациента наблюдается двустороннее поражение, и кумулятивный эффект постоянного внутриглазного воспаления, прямая дистрофия, гравитическая таракция, глупом, мукулярный отек, воспаление дискогридных нервов и атрофия салитей футорецепторов. Среди взрослых заболеваемость достаточно высокая, от 17 до 50 случаев на 100 тысяч человек в год, и распространенность до порядка 300 на 100 тысяч человек. Распределение в ВИТе пандемической организации зависимости от центра. Самая частая форма неинфекционного ВИТа – это передний ВИТ. От 50% до 90% зависит от того, на каком уровне сталкиваться в ТАЛЬМО. В первичине на земля это больше, в университетском центре меньше, так как там встречаются формы тяжелые, сложные. Чаще всего это панулик, занятие среди ВИТ. На долю ВИТа приходится от 5 до 15 случаев слепаты, зарегистрированные в США и в странах Европы. К счастью, это очень спостигает не всех, но тем не менее абсолютно все пациенты отмечают снижение качества, дарить жизнь в момент обострения. Университет связанное с изменением святой чувствительности, нарушением святой восприятия, контрастной чувствительности и появление плавщиков на пене перед глазами. Заболеваемость в насильнее приходится на трудноспособный пудрик. И не для кого не сетпит, что целью лечения является контрольное подглазное распаление. И здесь идет разделение достаточно большое на местную терапию, которую могут назначить только офтальмологи и системную терапию. Здесь, конечно, возможности офтальмологов очень сильно ограничены, потому что портримологические показания. Можно назначать только группу университета стероидов. Привязал, убедил, привязал циклоспорин и нас недавно в коре одремумал. Каждый фтальмолог знакома клиническая картина убита, пюремия убита. Это покраснение глаз, с точки зрения, боль, светлое создастечение. При этом отмечаются и возникновения инъекций сосудов конъюнтивы и изготовления синехий. Появление клеточной препарацией в омаге перед гитамира и появление негагипопильной и в той или иной мере когиптонии. На дуги HLAV-27 ассоциированных убит приходится от 20 до 50%. И к изложению негагипопильной относится к безымкновению синехи, к тарактам, к гипертензии глукомы. При этом возможное увеличение заднего отрезка до 20%. Это данные университетского центра достаточно большие. Вероятное силоид данные университетского центра, потому что, опять-таки, в университетских центрах наблюдаются сложные формы перед гитамира. Это сопровождающиеся клеточной реакцией стекловидной телекой и ритмом и кистовидным панулярным отеком. При этом стоит сказать, что назначение системной терапии у пациентов с передним убитом не прописано в инструкциях к препарату, только местной терапии. А стоит отметить, что в увеличении воспаления процесса заднего отрезка при переднем убитом частое продажа для эпизода убита могут потребовать назначение системной терапии, особенно пациентов с сопутствующей патологией, такой, как спондилоартропатия. Наверняка каждый офтальмон сталкивался с пациентом, молодым пациентом, который предъявляет жалобу, характерно для одностороннего переднего острова убита, это первый эпизод убита. Пациент считает себя относительно здоровым. Однако притейный вопрос выявляет, что в течение последних трех лет пациент периодически испытывает боль в спине, которая заставляет его просыпаться по ночам, боль проходит от физических упражнений при приеме астероидных противовоспалительных препаратов, таких, как, например, гипрофин. И тут перед офтальмон, собственно, задает вопрос по имену назначениям, какое лечение будет эффективно, с чего начать. Надо ли назначать анализ на ОШЛЯБА-27, надо ли исключить другие причины куриита, такие как сифилис и цирклидоз, но другие причины дуэлия куриита. Надо ли назначать рентгенографию и стоп-поддушных сочленений, если там все нормально, то надо ли назначать МРТ, и что такое спондилоартропатии. Спондилоартропатии, в зависимости от группы, которая возникла в ВИИ, будет различаться и половая предрасположенность, и возникновение в ВИИ. Так, у ангелозирующих спондилита чаще всего наблюдается односторонний вид, в то время как у пациенток с артритом, ассоциированным с воспаленным заболеванием кишечника, чаще всего это будет двусторонний вид и одномоментных поражений двух глаз. Наличие в ВИИ у пациентов с ангелозирующим спондилитом может быть плохим прогностическим признаком, так как это ассоциировано с высокой активностью заболеваний и низкой функциональной подвижностью. А международное исследование ОАЗИС выявило, что наличие в анамнезе связано с большими повреждениями суставов, выявляемыми с помощью радиологических методов исследования. И здесь мы остановимся с парадоксом, так как офтальмолог становится этим специалистом, который имеет возможность диагностировать или заподозрить у пациента спондилартропатию. Так как пациенты, боль в спине, которая проходит от физических упражнений, могут не обращаться к специалистам годами, а пациенты с острым передним УВИТом, всякое, конечно, бывает, но большинство все-таки обращаются к офтальмологу. И большинство пациентов с АШЛЯБА-27 ассоциированным передним УВИТом не знают, что их боль в спине связано с неприклазным воспалением. А время от дебюта АШЛЯБА-27 переднего ассоциированного УВИТа до ангелозирующего спондилита иногда составляет 3 года. А стоит ли, здесь встает вопрос, стоит ли всех пациентов с передним УВИТом доправлять на консультацию к ревматологу? Конечно, нет. Хотя бы потому, что есть большая группа передних вирусных УВИТ, в котором консультация ревматолога не нужна. И в 2015 году было обрековано данное исследование, проведенное в Дублине, в котором приняли участие 74 пациента с предположительно-идиопатическим передним УВИТом, обратившимся к офтальмологу в клинике в Дублине с ноября 2012 года, в апрель 2013 года, в котором затем было проведено ревматологическое обследование. Сюда вошли все пациенты, в которых надо было направить к офтальмологу, к ревматологу, на консультацию проходили следующие алгоритмы. Первый возник шел стрипередный УВИТ, если диагноз спондилартропатии на момент возникновения УВИТа не было остановок и у пациента наблюдалось боль в спине, более трех месяцев и в момент начала боли в спине приходилось на возникновение 45 лет, или боли суставов, потребовавшие обращение к специалисту, то такие пациенты сдавали лазь на АШМР-27, и в случае положительного результата направлялись к ревматологу. Если АШМР до 27-30 и диагноз псориаза уже был выявлен на осмотре или установлен, то такие пациенты тоже направляются к ревматологу. И если это не дует, получился следующий результат. У 40% пациентов с впервые возникшим острым передним УВИТом была впервые диагностирована спондилартропатия. При этом только у одного из 29 этих пациентов был установлен диагноз псориатический артрит, в остальных случаях это была аксиальная спондилартропатия. У 70% пациентов наблюдались радиологически в предевыке антокилозирующего спондилита, и 72% пациентов ранее обращались к врачу по поводу боли в спине, но ни в одного из этих пациентов диагноз спондилартропатии выставлен не был. И здесь, конечно, очевидно преимущество применения алгоритма в практике клинической ранее выявлений с полудилартропатии это ранее назначение лечения уже ревматологом, а не автогеновым. Потому что, я повторюсь, у нас очень ограниченный спектр препаратов, которые мы можем назначать для системной терапии. Это меньшее структурное повреждение суставов при назначении ранее терапии, и меньшее количество осложнений бита. Так было показано в исследовании, что применение адренопамы пациентов с антокилозирующим спондилитом в 90% случаев приходит к газоритетивному в лечению убита. И до консультации ревматолога, важно автальмологу, нет необходимости назначения радиологических методов с линами, только анализ нашей лепот-27 антигера. И в заключении, роль автальмолога, ревматолога, точнее, автальмолога, это выявление, своевременное направление в консультацию пациента с неинфекционным передним убитымом, для выявления, как я уже сказала, спонтлоартропатии. Это направление в консультацию пациента с убитымом, которое ассоциировано со склерией. Это вот, как бы так, на фотографии вот о пациентке склерии в течение трех лет выявлено только повышение титрации ЦК в 10 раз и никакой боли системной патологии. Тем не менее, как поставлено верно с линамики. И, пожалуйста, одно из достаточно важных пунктов, это планирование введения беременностей, в связи с неинфекционным хроническим убитым, которые получают неосупрессивную биологическую терапию. То есть, вот так много просто, даже в отсутствии системной патологии у этих пациенток, вот так много просто не хватает власти данных для введения таких пациентов по сравнению с ревматологами. Спасибо большое. Если у кого-то есть вопросы, сейчас вам время не задать. Есть вопросы. Да, наушники. А такси. А, и как все это оттенчивает? Вот вопрос такой. Доказал офтальгом, что неинфекционные введения. Назначил местным терапевтам. Вы значат системную терапию? Вы имеете в виду идиопатическую? Да. Ну, идиопатическую, потому что направил к ревматологу, и вот как вы описали ситуацию, вот вроде бы есть что-то, ну, установить диагноз с подиоорфита вы пока не можете. Вот, если это, например, идиопатический введ, который не связан с ревматической или такой терапевтической патологией, так он занимается с ревматологией, то есть терапевты, в принципе, ну, участие не могут принимать. Другой вопрос, если мы видим признаки системности, как бывает, а шелага-27, цирекционный белок повышен, и не хватает. Тогда мы имеем право, по суевым признакам, поставить, да, противодорожное состояние заболевания, вот как я приводила, например, к густорозным сакроэлитам, там мы можем поставить густорозный сакроэлит, а шелага-27, ассоциированный, да, ассоциированный с УВИДом. Тогда, да, тогда мы назначаем системную терапию, ну, скажем так, как минимум, он ПВП на постоянный прием, потому что те же самые нестероидные противоиспользовательные перфораты, они хорошо, я заметила, личное наблюдение, но и в литературе встречаются такие описания, что длительное назначение ингибиторов цикла оксигената-2, да, оно способствует безрецидивному течению УВИДов, в тех случаях, если это, конечно, УВИД, ну, достаточно невысокой градации, понятно, да, вот я не понимаю. Опять же, клюкокортикоиды, насколько я понимаю, клюкокортикоиды, насколько я понимаю, клюкокортикоиды не используют посттерапию, не дано такого разрешения пока посттерапия в предмессалонах, да, в сот тысячи, да. Нет, почему, это есть, да, да, хорошо, потому что наши не используют. Так, да, у меня вопрос, клюкокортикоиды, вы назначите системную терапию? В зависимости от антонической организации УВИД, если это период, если это первый эпизод УВИДов, то только системная терапия, если мы говорим... Только ваканская? Да, местная терапия, если мы говорим о УВИДе не ассоциированном системном заболевании. Если это серединный УВИД, то, вероятнее всего, это будет тоже местная терапия, если это задний УВИД, или это, тем более, ПАН, УВИД, то это тоже системная терапия? Системная терапия. Тогда у меня тоже вопрос к вам как-то нового. Ленинельная, ревнотоидная терапия. У ребеночка, в лицедевирующей, развилась катаракта. Вам нужно оперировать, да? В холодном периоде, перемещение, ремиссия. В предоперационном периоде будете систему назначать под картикоидами? В предоперационном периоде будете пациентаться? К счастью, здесь не работают, поэтому... А может быть, кто-то из автальбом не пробует? Опасность назначения пациентов у детей, у человека кортикостероидов, так как, ну, страшно забивается большая бодность, у нас много роста, это... Нет, я не работаю. Потому что может быть другая ситуация, когда вы будете оперировать катаракту, будете оперировать катаракту, я обращаюсь опять к офтальмологам, даже в момент умастрения, когда набухающий катаракт, у вас выхода другого нет, вы будете оперировать, вы будете назначать системную терапию? Конечно, это будет обязательно. Любое вмешательство в глаз на фоне внутриглазного воспаления даст только активацию внутриглазного воспаления. Поэтому я и задала вопрос. «Значит, тут, безусловно, будете, а если премиссию оперируете?» А если мы говорим про взрослых, если про взрослых... Ну, хорошо, давайте про взрослых. Тоже не про взрослых. Опять-таки, в зависимости от активности процессов чаще всего, да, у него назначить систему терапии. Да, все, вопросы.